Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет. Сегодня мы читаем последнюю 16 главу книги Иудиф. Давайте вспомним, что было раньше. Иудиф победила Алаферна, а евреи победили войско Алаферна. И Иудиф собирает народ и перед этим народом она поет песню. С этой песни начинается 16 глава. Ну и давайте мы будем с вами читать, что она поет и о чем она говорит. И сказал Иудиф, начните Богом моим на тимпанах, пойте Господу на кимвалах, стройно воспевайте ему новую песню, возносите, призывайте имя его, потому что он есть Бог Господь, сокрушающий брани, потому что он ополчился за меня среди народа и сторг меня из руки моих преследователей. Начало этой песни похоже на псалмы, похоже на другие песни, которые есть в Священном Писании. И, пожалуй, эту вот эту песню можно сравнить с двумя песнями. Во-первых, это песня Деворы, во время которой она воспевает подвиг тоже женщины, женщины Аили. И также можно провести параллель с песней, которую тоже совершает женщина. Это песня Анны, матери пророка Самуила. Значит, ну, кимвалы и тимпаны это ударные музыкальные инструменты. Новая песня, то есть песня, которую раньше не пели. Значит, возносите, призывайте имя его. Какое имя? Здесь особенность, ну, скажем так, Библии, библейского стихосложения. Когда хотят возвеличить кого-то, ну, чтобы сильно-сильно возвеличить, то говорят не о нем самом, а о его имени. Понятно, что речь идет не о имени, а речь идет конкретно о носителе этого имени. Поэтому, когда она там говорит, возносите, призывайте имя его, понятно, что это имя Яхве, но, конечно же, превозносят и восхваляют самого Бога. Бог здесь представлен как воин. Он сокрушает брани. Он воюет с врагами народа Божьего. То есть Бог, здесь Бог воинствующий. Ну, действительно, мы знаем, что одно из титулов нашего Господа – это Яхва Цибаот или Господь Савау, Господь воинствует. Читаем дальше. «Пришел Ассур с гор Севера, пришел с мирядами войска своего, и множество их запрудило водой в источниках, и конница их покрыла холмы. Он сказал, что пределы мои сожжет, юношей моих мечом истребит, грудных младенец обродит о землю, малых детей моих отдаст на расхищение, дев моих пленит». Ну, Ассур – это ассирийцы. И, напоминаю, что книга Иудиф – это не каноническая книга, и под именем ассирийцев действуют другие народы. Из текста понятно, что Витилуя, родной город Иудифи, он находился где-то недалеко от Иерусалима. Ассирийцы, хотя и нападали на Иудею, однако не проводили такое уничтожение. Но другие народы это делали. Здесь отчасти перекликается 136-м псалм, где говорится о том, что творили вавилоняне во время завоевания Иудеи. Ну, то есть, бросит о землю, то, что действительно происходило во время вавилонского нашествия. Но такие нашествия были не только во время вавилонии, но и других. Но Господь Вседержитель не заложил их рукой жены, ни от юноши полосильных, ни сыны титанов поразили его, ни рослые исполинно легли на него. Но Иудиф, дочь Мерарий, красотой лица своего погубила его. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, давайте здесь с пятым стихом. Господь Вседержитель. Слово, которое встречается в Священном Писании, которое нам знакомо. Господь Вседержитель по-гречески пантократор. Вседержитель. Это тот, кто держит все в своей власти. И показывается, что Ассирийцы, точнее Алаферн, пал не рукою человеческой, не рукою титанов, сынов титана, и не рукою исполинов. Ну, почему здесь так заостряется на этом внимание? Потому что Алаферн – это воин. И как воин, ну, конечно, каждый воин мечтает умереть спокойно, там, во славе, но он может погибнуть. И какова эта гибель? Одно дело, когда он погибнет в битве, там, покрыв себя неувидаемой славой, как настоящий солдат, то погибнуть от руки женщины – ну, это, своего рода, такой позор. Позор для воина. И здесь Иудиф об этом говорит, что он пал от моей руки. Обратите внимание, что здесь упомянутся сыны титанов, рослые исполины. Значит, ну, титаны – это одни из персонажей греческой мифологии. Вот, у них действительно были там дети. Ну, и, соответственно, дети титанов – это какие-то великие тоже персонажи. Рослые исполины. Слово исполин, ну, в греческом-то тексте, оно переведено как по-греческому тексту. Ну, какое интересное слово стояло там в еврейском. То есть, если Иудиф эту песню произносит, она же произносит его по-еврейски. Что это там за слово стояло? Скорее всего, там стояло слово, которое можно было бы перевести на русский язык не как гиганты, да, там, великаны, а как полубоги с точки зрения язычества, боги могли вступать в союз с земными женщинами. И от этих союзов рождались полубоги, ну, тоже великие. То есть, здесь как бы Иудиф перечисляет, что Аллаферна, такого великого, победили не люди, не сыны титанов, не полубоги, а победила простая женщина. То есть, а почему эта простая женщина победила? Потому что за ней был Господь-вседержитель. Хорошо, читаем дальше. Потому что она для возвышения бедствовавших в Израиле сняла с себя одеждой вдовство, помазала лицо своей благовонной мастью, украсила волосы и головным убором, надела для прещения вольненную одежду. Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила душу его. Меч прошел по шее ее, перцы ужаснулись, отваги ее и медея не растерялись от смелости ее. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, Иудиф пересказывает свою историю, как это все происходило. Иудиф была вдовою, она носила одежды вдовства, но когда нужно было спасать свой народ, она так вот переоделась. Значит, ее сандалии восхитили взор его. Значит, на востоке женские лодыжки считались, ну, особо привлекательными. И, видимо, чтобы подчеркнуть вот свои ноги, Иудиф как-то их там, как-то одел какие-то особые сандалии. На эти сандалии Лаферн обратил внимание. Значит, но все это закончилось тем, что Лаферн был убит, ему отсекли голову. Перцы и медиане. И тут тоже интересно, тоже как бы намек на то, что речь не идет о реальном историческом событии. Значит, кто нападает? Нападает на Уходоносора, царь Осирийцев. То есть, на Израиль напали Осирийцы, Осур. Значит, здесь где-то появляются там медиане и персы. Медиане и персы – это два союзных народа, которые создали персидскую державу. И на определенном моменте они считались, ну, как бы первоклассными войнами. И вот как бы что хочет сказать Иудиф? Вот эти отличные войны испугались ее. Испугались вот то, что она сделала с Лаферном. «Тогда воскликнули смиренные мои, и они испугались. Немощные мои, они пришли в смущение. Возвесили голос свой, и они обратились в бегство. Сыны я молодых жен кололи их, и как детям белых воров носили им раны. Они погибли, это получение Господа моего». Ну, здесь и чуть-чуть выше. Лаферн противопоставляется немощным, несильным, угнетенным. И вот это противопоставление Израиля, которого все угнетают, но Израиль, который всех побеждает, оно встречается неоднократно в Священном Писании. Более того, они бегут не от оружия, не от какой-то там армии. Они бегут просто от... Евреи кричат, а враги разбегаются. Сыновья молодых жен, ну, то есть, как бы не сильные воины в возрасте, а просто юноши. Они бегут, они поражают, как дети беглых рабов, то есть, они бегут в страхе. И вот этот образ детям беглых рабов – это образ людей, которые убегают в страхе. Читаем дальше. Ну, здесь явно параллели с псалмами. Песнь новая, то есть, песнь, которая не звучала. Бог прославляется силой и славой. Все создания должны служить. Вот это работать, это служить, имеется в виду. Вот это «ты сказали, совершилось», это тоже есть в псалмах. Посылаешь своего духа, и никто не может противостоять. Мы, конечно, понимаем, что дух, который приходит от Бога, – это святой дух. Но для евреев тогда, которые слышали это, дух – это как бы действие Божие. И как, ну вот, если представить, это картинка, да, то есть, как это видели. Значит, Бог дует, потому что слово «руах», которое по-еврейски означает «дух», он еще означает «дыхание» или «ветер». То есть, Бог как бы дунул, и они все, и все изменилось. Хорошо. Давайте дочитывать эту песнь. «Горы с водами подвигнутся, с основанием, и камни как воссты растают от лица твоего, но к боящимся тебя ты благомилостив». Ну, здесь тоже образы взяты явно из псалтири. То есть, есть что-то вечное, но это вечное не может устоять перед Богом. То есть, Бог на это смотрит, и горы там двигаются, камни тают, что, естественно, не происходит в естественной среде. Но те, кто исполняет волю Божию, с ними ничего не происходит, потому что они как бы находятся под защитой своей праведности. «Мала всякая жертва для воню Богоухани, всякий туг ничтожен для всезажения тебе, но боящийся Господа всегда велик». Ну, здесь воню Богоухани, это приятный запах, здесь используется церковно-славянизм. «Туг» — это жир. И здесь подчеркивается, что сколько бы люди не приносили жертвы, ну, как бы это все будет мало. Кто велик в очах Господа? Не тот, кто много жертв приносит, а тот, кто исполняет волю. Боящийся Господа — это тот, который слушается слов закона. «Горе народом, восстающим народ мой, Господь Содержитель, мстит им в день суда, пошлет огонь, и черви их на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно». Ну, здесь очень интересно, здесь речь идет о суде. Вот о каком суде? В Священном Писании Ветхого Завета упоминается такое событие, как «День Господень». Если мы слышим выражение «День Господень», это означает «день последний день», то для Ветхого Завета «День Господень» — это день, когда Бог вмешается в историю человечества, все изменит. Вот. И поэтому о каком дне суда, ну, мы можем так только предполагать. С одной стороны, это может быть вот просто вот сейчас Бог вмешался и наступил день суда. А может быть, речь идет о последнем суде, потому что там в конце сказано, что они будут чувствовать боль и плакать вечно. То есть, речь идет о вечных наказаниях. Хорошо. Дочитываем книгу Иудив. «Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и когда народ очистился, вознесли всезажение свое и доброохотные жертвы свои дары свои». Значит, ну, давайте здесь разбираться, почему они пришли, что там происходит. Значит, Иудив собирает ту добычу, те трофеи, которые ей отдали, и вот с этими трофеями приходит в Иерусалим. Для того, чтобы совершить жертвоприношение, нужно пройти ритуал очищения. Для этого нужно было совершить омовение. Но после этого только можно было входить в храм и приносить жертвы. Иудив же принесла все саду Далаферна, которая отдала ей народ и занавес, который она взяла из спальни, и отдала в жертву Господу. В храм жертвовали разные вещи, деньги в том числе, какие-то богатства. И вот это оказалось там. Понятно, что в храме должны быть деньги, потому что нужно было что-то покупать, за что-то платить. И поэтому вот эти же сосуды, они не использовались в богослужении, но они были сокровищницы. Народ веселился в Иерусалиме перед святилищем три месяца, и Иудив пребывала с ними. Здесь есть другая рукопись, где речь идет только об одном месяце. Но в той рукописи, которую переводили нашу книгу все-таки три месяца. Дочитываем. Но после сих дней каждый возвратился в удел свой, а Иудив возвратился в Витилу, где оставалась в имени и была в свое время славной во всей земле. Иудив из Витилуи, где она остается. Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все дни ее жизни с того дня, как муж ее Манасии умер и продолжался народу своему. Значит, ну давайте вспомним, что там произошло. Она была замужем, муж ее умер. Можно понять из текста солнечного удара. И с того момента, когда он умер, она вела жизнь вдовы. То есть, она носила одежду вдовства, плюс к этому надевала флосиницу, такую грубую одежду из шерсти. Молилась и постилась целыми днями в такой палатке, в которой он построен на крыше своего дома. Вот. И так продолжалось. Вот если мы обратимся к каноническим книгам Ветхого Завета, то таких предписаний нет. И более того, ну, как бы нормально считалось, что вдова могла выйти второй раз замуж и рожать детей и жить семейной жизнью. Никто не требовал от нее вот такого строгого вдовства. Естественно, какой-то период провести, оплакивая своего мужа, но потом можно было выйти замуж. Однако, когда евреи вернулись из Долонского плена, ну, они изменились. И у них сложилось вот это представление, что лучше будет, если вдова замуж больше не выйдет. Она будет проводить время в молитве и посте. и здесь Иудив ведет себя именно так. Если книга Иудив описывает ситуацию, которая была при Новохудоносоре, то такого у евреев еще не было. Хорошо. То, что мужчины хотели на ней жениться, ну, как бы это не противоречит священному писанию, но она хранит свое вдовство. Она приобрела великую славу и состырилась до мужа своего, прожив до 105 лет, отпустила служанку свою на свободу. Она умирала в ветилу и похоронили в пещере мужа ее в Моносии. Значит, ну, здесь единственный вопрос, который пещера мужа. Значит, когда хоронили, то хоронили не так, как у нас принято. Копали могилу туда опускали гроб. Делали либо находили какую-то пещеру, либо высекали в скале пещеру и в этой пещере клали тела, клали тела и эти тела там разлагались, затем эти кости собирали и складывали в специальное место. То есть, если люди были бедные, то это была такая общая пещера, где постепенно подкладывали тела, потом кости убирали. Если люди были богатые, то они делали семейный склеп. И видно, что Иудеев была богатой женщиной, потому что у нее была такая пещера вместе со своим мужем. Дом Израиля оплакивал ее семь дней, имение же своей прежде смерти своего нара разделило между родственниками монастей, мужем и между близкими из рода своего. Здесь, кстати, тоже свидетельствует о более позднем времени, потому что получается Иудеев могла распоряжаться своим имуществом. Если обратиться к первым книгам Ветхого Завета, то женщина не могла распорядиться. То есть нигде не говорится, что у Иудеев и были дети. Соответственно, по закону Ливерата она должна была выйти замуж за ближайшего родственника своего умершего мужа, и он бы распоряжался имуществом. Здесь Иудеев поступает с имуществом как сама хочет. То есть это уже более поздний период. Ну и последний стих 16 главы «И никто более не устрашал снов Израиля во дне Иудифии во много дней по смерти ее». Победа Иудифии дала возможность евреям прожить десятилетия в покое. Мы с вами прочитали книгу «Иудиф» книгу неканоническую книгу о том как слабая женщина победила сильного врага. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. До свидания. Продолжение следует...